Интересное объяснение первых слов нашей недельной главы Лех-Леха Объяснение такое Что такое Лех-Леха? Обычно переводят иди себе То, что сказал священный Авраам А можно это перевести Лех-Леха, иди в себя Пойми, кто ты на самом деле Приблизься к истинному себе И эта задача сегодня Понять, кто я Какая моя личная индивидуальная миссия в этом мире Каково мое индивидуальное предназначение И естественно исполнять его И Раф Таубер пишет, что это приведет Машеха С Божьей помощью Сегодня А какое истинное я каждого человека Желание исполнять волю Творца Это наше самое глубинное Естественное желание Исполнять волю Всевышнего Но что мешает это делать И понять это Это Ецарара Злое начало Шалом, дорогие друзья С вами Давид Плискин В прямом эфире из Святого города Иерусалима Как видно, как слышно Напишите, пожалуйста, по десятибальной системе И сегодня С Божьей помощью мы с вами будем изучать Продолжим изучать Вот эту книгу Называется Билвови Мишкан Ивне Эта книга Пошаговое руководство по приближению к Всевышнему И сегодня С Божьей помощью Вы узнаете Что Самое первое Нужно сделать Для того, чтобы начать Своё служение Всевышнему С чего каждый человек Должен начать Своё служение Всевышнему Так Как видно, как слышно Напишите, пожалуйста, цифру Чтоб я знал, что всё хорошо И мы начнём Добрый вечер Андрей Шалом, Серёга Шалом, Владимир Шалом, Ольга Шалом, Виталий И шалом всем, кто нас слушает в записи Очень приятно, что вы Своё время Благоценное Посвящаете Таким важным вещам Это очень 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 Важно Изучать Тору Всё Свободное время Посвящать Как можно больше Изучению Торы Изучению Тому Того Как можно приблизиться К Творцу Как нужно приближаться К Творцу Потому что это смысл нашей жизни Окей Дорогие друзья Пока я начну Надеюсь, что будут цифры скоро Я надеюсь, что всё слышно хорошо Всё видно хорошо И так Говорит нам Равитамар Шварц Автор книги Беллави Мишкан-Ювне Я буду читать на иврите И переводить по смыслу Каждый из нас Послан Из высшего мира В этот мир Миши-Заха Нишлах Лекан Миганеден Тот, кто Удостоился Он Послан сюда Из Рая Миши-Лё-Заха Нишлах Лекан Мигином Тот, кто Не удостоился Посылается Сюда Из Генома Геном Это Правильный перевод Это Чистилище У евреев Нет Ада Что общего Между всеми нами Всеми, кто Вернулся сюда В этот мир То, что мы сюда пришли Для того, чтобы Служить Всевышнему Благословенно Его имя Майя Сиба Шеляма Ана Адам Хазар Ла-Ла-Мазель В чем причина Что Из-за нее Человек Возвратился В этот мир Есть люди Которые Изучали Святые книги И Они Оттуда знают Что каждый Человек Сюда Пришел Для того Чтобы Исправить Хотя бы Какой-то Один Грех Убэхэдзэ Икар Нисйоно И в этом Грехе Его основное Испытание Везэу Икар Тикунобе Уламазэ И это Его Основное Исправление В этом мире Но Истина Заключается В том Что Служение Человека Даже Если Он Послан Для того Чтобы Исправить Какой-то Определенный Грех Его Служение На самом Деле Начинается Не с Исправления Греха Элла Арбэ Кодем Лахэ А Задолго До этого То есть Мы видим Очень интересную Вещь Несмотря на то Что человек Послан В этот мир Для того Чтобы Исправить Какие-то Прошлые Грехи В принципе Все мы Здесь Исправляем Грех Первого Человека Когда этот Грех Будет Полностью Исправен То Тогда С Божьей Помощью Мы Все Вернемся К эпохе Машеха Придет Машех Тогда Да И начнется Эпоха Машеха Несмотря На это Нам Нужно Начинать С чего-то Другого Он Пишет Что Каждого Принципа Есть Конечно Же Исключение Да Но Это Правило Что Каждый Из нас Должен Начинать С определенной Одной Вещей Тикун Шая Кашир Еш Байт Умиткалькель Будаварма Исправление Оно Имеет смысл Когда Есть Дом И Там Что-то Например Что-то Миткалькель Миткалькель Это Что-то Что-то Не работает Что-то Как это Правильно Сказать Что-то Что-то Неисправно Что-то Испортилось О Умиткалькель Будаварма Там Испортилась Какая-то Вещь Как Например Стена Дверь И так Далее А И Тогда Это Исправление Это Точнее Это То Что Произошло Вот Эта Поломка Она Требует Исправления Улам И Мэйнбайт Эйнкалькель Но если Нету Дома Если У нас Духовное Духовное Здание Нашей Жизни Не построено Тогда Нету Вообще Никакого Нед Какой Надобности Исправлять Хилла Царикбайт Вахарках Цариклитакен То есть Вначале Нужно построить Духовное Здание Нашей Личности Потом Нужно Уже Его Исправлять И потом Уже Когда Духовное Знание Построено Здание То тогда Уже Идет Речь О том Чтобы Исправлять Нашей Предыдущей Жизни Исправлять То Делать Ту Работу За которой Мы пришли В этот Мир И так Наконец-то Равитамар Шварц Подходит К Объяснению Зачем На самом деле Мы сюда Пришли В чем Смысл Жизни Человека В этом Мире Тахлита Адам Удавар Ядуа Вело Ядуа Смысл Жизни Человека Он Это Вещь Известная И Неизвестная Ядуа 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 Известная Потому что Человек Часто Читал об этом Слышал об этом И так далее И тому подобное Но на самом деле Это вещь Неизвестная Почему Ки Илю Бэмета Адам Ая Йоде Оттаб Бетсуран Хуна Потому что Если бы Человек Знал И Правильным Образом Идиа Минашон Хибур Он В скобочках Добавляет Что Знание От Языка Соединения То есть Он соединен С тем знанием Которое он знает По-настоящему Вияям Мехубар Ле Двариму Мехубар Ле Еда Ши Йодеа И Если бы Человек Был По-настоящему Бы Соединен С Этими Вещами Которые Он Знает То тогда Вся Его Все Вся Его Жизнь Весь Его Образ Жизни Должен Был Бы Измениться Понимаете Если бы Человек Давал Весь Вес Весь Всю Тяжесть Веса Душевную Этому Знанию Умидата Эмэта Этахая Убуээрэ Тецло И Истина Чувство Истины Качество Истины Горело Бы В нем Гуа Гуа Лук Кэх Дав Эт Он Бы Тогда Взял Листик Бумаги И Ручку Ве Рашем Ля Атсмо Этахли Тхайя Написал Себе Свою Задачу В жизни Своё Предназначение В жизни Вая Сам Дав Зебек Иссо Это Этот Листочек Положил Бо Себе В карман Вая Ахат Лереба Ша Ле Эрех И Примерно Каждые 15 Минут Аям Муцидав Зеб Мекисо Лизихрон Бэйн Эйнаав Ша Еда Азе Лёв Ках Мемену В Хелеф Он Б Вытаскивает Листик Из Кармана Для того Чтобы Вспомнить Перед Своими Глазами Чтобы Это Здание Не Забылось У Него И Чтобы Он Жил В Соответствии С Ним И Спрашивает Еще Раз Равитам Шварц Май Бэмэ Тахлита Адам Бо Ламу Какая По-настоящему Какое Предназначение У человека В этом Мире Йодым Гиврей Амисилат Шарим Мы знаем Слова Книги Мисилат И Шарим Путь Праведных В Перекалев В Первой части Он написал Что На самом Деле Истинное Совершенство Это Только Прикрепленность К Нему Благословенно Его Имя Благословенно 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 Это то Что Написал Царь Давид Благословенно Его Память То есть Другими словами Если человек Хочет Знать Что Полноценный Человек Такой Как Давид Амелых Царь Давид Понимает Что Это для него Хорошо То Это для него Хорошо То Это Хорошо Для Каждого Из Нас То есть Если Мы Знаем Что Хорошо Для Полноценного Человека То Значит Это Хорошо Для Нас Правильно То Что По Настоящему Хорошо То Что По Настоящему Благо И Вот Тут Нам Давид Амелых Царь Давид Говорит Близость Всевышнего Мне Благо То То Это Означает Что Это Благо Для Всех Для Каждого Человека Шулхан Шавур Афа Дам И Ном И Нян Бух Сломанный Стол Никто В Этем Не Заинтересован Кисе Шавур Афа Дам И Ном И Нян Бух Сломанный Стол Никакой Человек В Этем Не Заинтересован Миташ Ура Сломанная Кровать Никакой Человек Не Хочет Спать На Ней КАЛЬВА ХОМЕР БЕН БНОШЕЛ КАЛЬВА ХОМЕР И Конечно Из Этого Само Собой Напрашивается Вывод Ше Афа Дам Бэ ПНИМИЮТ Навшой Нор Цель Йот Адам Шавур Что Никакой Человек В Нутри Своей Души Не Хочет Быть Раздробленным Сломанным Человек Эйла Адам Шалейм Он Хочет Быть Полноценным Совершенным Человеком Еш ПХИНАТ ШЕЛЛЕВ ШАВУ ЛЕВ НИЖБАР ВЯТ ЭНКАН МАКОМЛЕ Он Говорит Скобочка Что Есть Такой Аспект Сломленное Сердце Но Сейчас Нет Места И Времени Об этом Говорить МАЗЕ ЙУДИ ШАЛЕМ Что Такой Полноценный Еврей ШЕЛОХАСЕРЛОЯДАЙМ Которому Не хватает Что Которому Хватает Рук ШЕЛОХАСЕРЛОЯДАЙМ Что Ему Не хватает Ног ЗОИ Что Ему Хватает Что У него Есть Ноги Да Отлично Такой Язык Немножко Противоречивый Что Такой Полноценный Человек Да Тот У которого Есть руки Тот У которого Есть ноги Тот У которого Все Есть Члены Тела Это ЗОИ ШЛЕМУД ХИЦОНИТ Это Внешнее Совершенство ШЛЕМУД ГУФАНИТ Это Полноценность Физическая УЛАМ ШЛЕМУД АМЕТИТ Но Истинное Совершенство Истинная Полноценность ШЛЕМУД НАВШИТ Совершенство Душевное ШЛЕМУД ПНИМИТ Внутреннее Совершенство И ШЛЕМУД ШЛЕМУД КИРВАТ АШЕМ Это Совершенство Близости Творца Когда Творец Близок К нам Каждому Из нас АШЕМУД ЧЕЛОВ КОТОРЫ Близок К Творцу К Всесильному К Всевышнему Близок Близок К Творца К Творца Близок К Творца И как Написано У Рамхаля Что На самом Деле Истинное Совершенство И АДВЕКУТ БОЙТ БРАКШМО Это Прилепленность Прикрепленность К Нему Всевышнему Благословенно Его Имя УКМОШЕ КАТУВ ШАМ И Так же Как написано Там В его книге В книге Рамхаля МИСИЛАТ И ШАРИМ ПУТЬ ПРАВЕДНО ВЕЗУЛАТ ЗЕ МАШЕ ЕКЩИВУ БНЕ АДАМ ЛЕТОВ ЭННО ЭЛЛА ЭВЕЛЬ ВЕШАВНИТ Э И кроме этого То, что Воспримут Люди За БЛАГО То, что люди Воспринимают За БЛАГО Это ничего Кроме СУЕТЫ И ЛЖИ То есть По сравнению С БЛИЗОСТИ К ТВОРЦУ К ПРИКРЕПЛЁНОСТИ К ТВОРЦУ Что это называется БЛАГО А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ БЛАГО Это просто СУЕТА И ЛОЖ ПОНИМАТЕ ПОНИМАТЕ ЗЕ КОЛЬМА АШЕЕШЛИ ИУДИ БЕЕМЕТ БЕХАИМ Это то, что На самом деле Есть У Еврея В ЖИЗНЬ КИРВАТАШЕМУДВЕКУТБАШЕМ БЛИЗОСТЬ ТВОРЦА И ПРИКРЕПЛЁНОСТЬ К ТВОРЦУ КОЛЬ МАУТОШАЛЬ ЙУДИ ЗЕ ЛЬЁТ КОРОВЛЯ АШЕМ ВЕДАВУКБААШЕМ ВСЯ СУТЬ Еврея Это быть БЛИЗКИМ К ВСЕВИШНЕМУ И БЫТЬ ПРИКРЕПЛЁНЫМ К ТВОРЦУ ВЕЛО РАГБО ОЛАМА БААТАХЛИТА АДАМ ЛЬЁТ ДАВУКБА БУРЕЙТБАРАКШМО И не только в будущем мире Предназначение человека Быть Прикреплённым К Всевышнему БЛАГБО СЛОВЕННО ЕГО ИМЯ ЭЛА АВКАН БАУЛАМАЗЕ Но даже Здесь В этом мире АВОДАТА АДАМ ВИТАХЛИТОЛЬ ЙОДДАВУКБА БУРЕЙТБАРАКШМО Даже здесь в этом мире Служение Работа Человека И его предназначение Его главная задача Это быть Прикреплённым К Всевышнему БЛАГБО СЛОВЕННО ЕГО ИМЯ КОЛЬ РЕГА ВЕРЕГАШЕ АДАМ ИНО ДАВУКБА БУРЕЙТБАРАКШМО КАЖДАЯ СЕКУНДУ КАЖДУЮ МИНУТУ ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕ Прикреплён К ТВАРЦУ БЛАГБО СЛОВЕННО ЕГО ИМЯ БЕРЕГА АЗЕУ ИНО АДАМ ШАЛИМ В это время Он НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ГУ НЕХ САРМИ НАШЛИМУТ АМИТИТ ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ИСТИННОГО СОВЕРШЕНСТВА ШЕГИ АДВЕКУТ БО ИДБАРАХ ШМО ЧТО ИСТИННОЕ СОВЕРШЕНСТВО Это близость Прикреплённость К НЕМУ Всевышнему БЛАГОСЛОВЕННО ЕГО ИМЯ ИТАК ДОРОГИ ДРУЗЯ СПАСИБО ВСЕМ КТО БЫЛ СО МНОЙ СЕЙЧАС Я ХОТЕЛ БЫ ПОНЯТЬ НАСКОЛЬКО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА КОТОРЫЙ Я НАЧАЛ Если Вы Заинтересованы в продолжении ЭТОГО ЦИКЛА ПОЖАСТА ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ КОТОРУЮ Я НАПИСАЛ В ОПИСАНИЕ Я СЕЙЧАС ЕЩЕ РАЗ ВАМ ЕЁ ПОШЛЮ ЭТУ ССЫЛКУ ТААК Ага Вот я вижу этот сайт Отлично Значит Вот эта ссылка ДОРОГИ ДРУЗЯ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ Там я написал Все темы Которые я могу преподавать И я хочу быть для Вас Максимально полезен Поэтому, дорогие друзья Выберите Там Каждый из Вас Я хочу, чтобы Выбрал Одну тему Там можно выбрать Только одну тему Или напишите Какую-то тему Другую Если там То, что Вы видели Нету Того, что Вы хотите Да И в соответствии С Вашими ответами Я определюсь Что дальше Я буду преподавать Всем Вам Благословений Всем Вам Крепкого здоровья Удачи Счастья Радости В приближении К Творцу Чтобы это приближение Было сладким путем Только сладким путем И Будьте счастливы До новых встреч